Давай немножко поговорим про твои путешествия. 8 секунд! И это действительно цепляет. А чего от тебя люди хотят? Они как раз могут закрыть эти вопросы для тебя. Я буду отстаивать себя и свою мечту, к которому стремятся сейчас многие люди. В смысле, как она вообще на такое способна? Я просто мог по 10 часов долбить. О! На сегодняшний день ты достиг определенных высот в плане социального маркетинга. Которым стремятся сейчас многие люди. То, как стать быстро популярным на stories, на shorts. И как вообще онлайн-индустрия помогает людям собрать свою аудиторию и работать с ней в дальнейшем. Расскажи, какие у тебя сейчас достижения на сегодняшний день есть в плане просмотра, в плане клиентов и в плане вообще твоей компании? Если говорить про съемку контента, то действительно я 9 месяцев назад начал снимать контент. Но 3 месяца контент вообще не шел. И это был, мне казалось, полный провал. Я чуть не сдался. Но я это выставил. Получил фидбэк от людей, которые смотрели ролики. От других блогеров, которые мне подсказали, направили меня. И, соответственно, потом, наконец, контент пошел. Соответственно, на данный момент у меня уже более 15 миллионов просмотров на видео, на контенте, который я снимаю, именно в Инстаграм. Но дальше перспективы только больше, потому что только за последний месяц у нас порядка 5 миллионов просмотров только за последний месяц. Вот с 19 как раз октября, когда выстроил наш первый официальный ролик на больше, чем миллион просмотров. То есть все произошло благодаря именно контенту, да? То есть ты понял, чем людей можно цеплять в сетях и за что люди идут за тобой в плане информации. Какая информация для тебя стала более такой востребованной среди аудитории твоей? Ну, я уже начну с того, что я давным-давно занимаюсь созданием сообществ, да? То есть объединение людей вокруг какой-то идеи. Но интернет и социальные сети я ими начал пользоваться только в этом году. И в этом году именно благодаря этому я начал, ну, я дотянулся до огромного количества аудитории, у кого есть тот интерес, на который я раньше и ориентировался. Но параллельно, благодаря социальным сетям, я нашел новый интерес у людей. Это и съемки контента, чего раньше я не мог никому показать это, как я умею это делать. Это даже обучение по тому, как делать туры. То есть то, куда я потом попробовал, да, развиваться, это обучать людей делать туры. Но вот даже сейчас, на данный момент, ноябрь, когда я понимаю, что через Инстаграм, через социальные сети, через большое количество просмотров можно приводить людей на, ну, там, например, на вебинар, на котором очень круто раскрывается какая-то тема. И получается, что это создается воронка, которая раскрывает то, что ты делаешь. Ну, в данный момент я провожу туры. Соответственно, привел людей на вебинар, на котором там было порядка 400 людей на пике. И там 22 человека приобрели тур через вебинар. То есть социальные сети, рилсы, позволяют мне зацепить нужную аудиторию, темой, которая им интересна, параллельно с турами, которые я делаю, и потом им продать на вебинаре туры. Если это любая другая тема, что бы ни делали люди, через социальные сети можно это раскрыть еще больше. Но тут нужно понимать, что уже не работает вот красивый контент, который там, я не знаю, супер замыленная картинка, там накрашенный человек, девушка. Нет, это уже как бы в каком-то смысле позади, потому что люди наелись этого контента, им хочется получить что-то, ну, скажем, не то, что необычное, но что-то, что им актуальное, да, то есть какая-то эмоция сильная, которая их зарядила, да, и они такие заинтересовались, что там интересное. И какая-то просто реальная тема. Вот возьмем вебинар, который мы недавно провели. 400 человек было на вебинаре, но более 1300 регистраций. То есть за 6 дней более 1300 регистраций. И тему, которую мы выбрали, она реально попала в сердце моей целевой аудитории. Это как путешествовать по США дешево и интересно, потому что, ну, какое огромное количество людей живут, русскоязычных, живут в США и думают, а как бы больше путешествовать? И потом становится вопрос, ну вот, есть Гавайи, Аляска, но это дорого. А как это сделать, чтобы это было недорого? И тут появляется такое предложение. Соответственно, ролики начинают залетать. И вот это, как бы, один из ингредиентов. Другой подход, это когда есть какой-то, ну, какая-то тема, но ты ее подаешь не банально, мол, самая красивая локация, да, а ты ее подаешь со стороны, вот у меня есть популярный мой формат, это, почему ты живешь в США и до сих пор не был в этом месте? Почему вы живете в США и до сих пор не посетили это место? Ехать 4 часа от Нью-Йорка к знаменитым Пальчиковым озерам. В весенний период здесь образовывается немаленький водопад, под которым вы можете пройтись по трейлу. Прогулка от парковки к этой точке займет всего 1-2 часа, но оставит впечатление на всю жизнь. А в мае 23-го года мы едем в это безумное место, и я в полнейшем предвкушении. То есть мы вроде как бы подаем одно и то же, но под другим соусом, и у людей сразу вызывается эмоция. А что там? Что Алекс имеет в виду? В результате они смотрят, досматривают до конца и такие, класс, вот же место. А если бы я просто сказал, одно из лучших мест в Америке, то-то-то, но это уже замылено. Это уже как, знаете, когда говорят типа качественный контент. Да ну как ты это определишь? Качественный контент, это когда красивая картинка, или когда там что-то есть, от чего ты не можешь оторваться? Ну не ты, а целевая аудитория того человека, потому что для кого-то качественный контент, одна тема для кого-то другая. Я заметил, кстати, вот тот ролик, который тебя собрал больше всего просмотра, по-моему даже миллион, ты коснулся как раз очень такой тонкой темы, который обозначил, это как бронировать отели со скидкой там 60 или 70 процентов, и как брать там месячные или годовые пассы в парке, или какие-то эксклюзивные места с какими-то сумасшедшими дискаунтами. Да. И это действительно цепляет, почему? Потому что люди могут сами для себя понять, допустим, куда они хотят поехать, да, это один субъект интереса. И второй момент, который людям интересен, который действительно цепляет, это что же он действительно может ценного сказать, допустим, много есть приложений, по которым можно блокировать отели, да, много приложений, по которым могут выстраивать маршруты какие-то, но нету конкретной информации, кто из них лучше. Да. И вот это люди от тебя ждут, то есть скажи нам, какой именно сайт или приложение даст нам вот это вот, то что мы хотим, чтобы мы там, допустим, в тот же день могли взять самый дешевый отель или там за месяц забронировать самый классный отель по самой низкой цене, скажем так. Вот это действительно ценная информация, и люди за этим и идут, за тем, чтобы получить от профессионала твой опыт, который ты с годами наработал, и который ты сейчас можешь отдать буквально за час, когда люди тебя будут слушать. Вот это ценное на сто процентов, потому что ты, когда имеешь что-то интересное, я это называю вау-фишки, с помощью которых ты можешь зацепить аудиторию, чтобы она вот, она проходит мимо, когда листает, она просто проходит мимо, а потом бац, она зацепилась. Если знать вот такие вещи, о которых ты говоришь, которые ролики там, ну, про отели, конкретно про отели, но там было более 500 комментариев, то есть интерес сумасшедший, почему? Потому что они просто вот листали-листают, и он так, о, какая интересная тема. И что самое важное? Благодаря вау-фишке ты цепляешь людей, и дальше есть воронка. Это то, во что я влюбился последние буквально недели. Вот слово воронка. Почему? Потому что ты, я уже научился тормозить людей, да, в роликах, чтобы они остановились и задержались, и посмотрели там 18 секунд ролик, там, в среднем, или 27 секунд. Но что дальше? Посмотреть просто ничего не значит, да, мы, мы последние, постоянно говорим, там, например, с Кристиной, с женой моей, о том, что, ну, ролики, точнее, просмотры, они ничего не значат, пока нет, результата от этого. Какой же может быть результат? Если просто много просмотров, люди делятся, но ты ничего не продаешь, это воронка, которая ведет на, скажем, популярность. То есть ты увеличиваешь свое присутствие в социальном мире. Другой подход, это вообще не про, там, миллионы просмотров, но про целевое действие. Поэтому ролик, который на миллион залетел, он дал мало комментариев, ну, понятно, он дал, как бы, в целом много, но пропорционально он очень мало дал комментариев. Но он нас сделал более популярными, потому что нами все начали делиться, все узнали, подписались. А теперь возьмем воронку, когда люди посмотрели ролик, их что-то зацепило, и я им в конце даю целевое действие, благодаря которому они пишут что-то, попадают в воронку, жмут по кнопочке, зарегистрируются, например, на вебинар, и на вебинаре становятся моими клиентами. То есть вот воронка для меня это просто сейчас, я не знаю, бог слова, я об этом читаю сейчас книги, я это практикую, я беру консультации на эту тему. Вот, поэтому то, что ты сказал, это вот эта вау-фишка и вещи, которые заставят их остановить, это действительно ценно, потому что тогда ты можешь управлять этим спросом, интересом. О, есть интерес, а что с ним дальше делать? Хоп, направили его в воронку, которая тебе на выходе дала доход. Офигенно. Поэтому, ну, для меня социальные сети, особенно инстаграм, рилсы, воронки, это просто что-то, не знаю, меняющее все правила. Вот просто ты можешь опять же, ну, не знаю, как у меня есть там примеры, знакомые ребята, которые там более такие нишевые и как бы в нише, да, застрять. А можешь все-таки через социальные сети сделать так, чтобы о тебе узнали там миллионы людей. Ну, то есть, о чем здесь говорите? У нас на аккаунте один миллион двести пятьдесят тысяч аккаунтов мы цепанули за последний месяц. Ну, потому что многие смотрели много раз, естественно, но, как бы, разных аккаунтов миллион двести с чем-то тысяч. Ну, если мы не пользовались социальными сетями, а нас бы никто не знал. Ну, типа, все же банально. Поэтому, да, мир социальных сетей, роликов. Вообще, эту тему про ролики можно раскрыть со стороны, что это как бесплатный маркетинг. Но он лучший маркетинг, потому что, когда ты делаешь ролики, которые истинно крутые, из-за чего они залетают в миллионы, то это как бы как честный маркетинг. Ты реально людям показываешь, что ты крутой. А когда ты делаешь это, знаешь, ты покупаешь их время, заплатил, и такой покупаешь, а он смотрит, говорит, ну, что ты мне впариваешь? И уходит. Потому что ты не умеешь делать крутой контент. И получается, даже если продаешь в онлайне вплатно, и не используешь как бы бесплатный канал трафика от релсы, ты не понимаешь, что людям заходит. И когда ты начинаешь использовать релсы, начинаешь постить много, начинаешь как бы начинать залетать контент, ну, то есть, хоть я пощу 9 месяцев, но в среднем 2 ролика в день, в среднем 2 ролика в день. То есть, у меня опыт просто колоссальный в том, сколько сделать. если бы мы не постили, просто факт не постили ролики, о чем бы говорить, а какие миллионные просмотры, какие продажи, у нас там увлечение продаж, почему произошло, почему мы на маркетинг тратим в 10 раз меньше, буквально, когда мы, был период, когда мы платили почти 15 тысяч долларов в месяц за платную рекламу и там еще добавить таргетолога, а сейчас мы платим только отделу маркетинга за релсы, заведение аккаунта в полторы тысячи долларов, в 10 раз меньше, а продажи на том же уровне. Но да, платный трафик это офигенно тем, что сейчас я понимаю, что работает и теперь то, что работает, применяю в платном трафике и получаю намного лучше результаты. Типа идеально вообще. А какие ты книги читаешь? Ты можешь какие-то посоветовать? Да, если вот кому-то откликается тема воронок, то это Рассел Брансон, знаменитый Рассел Брансон, который построил ClickFunnels. Это, ну скажем, веб-сайт, на котором можно построить воронку, объединить в цепочку разных сайтов, продуктов, да, зациклировать это там вот в систему продаж, когда человек что-то ввел, потом следующий шаг он оплатил, следующий этап воронки и так дальше, и по шаблонам создавить свою воронку. Но, скажу честно, как бы у нас, так как мы в социальных сетях это делаем, мы больше используем вот как вебинарную воронку наперед, то есть я понимаю, что я не применил еще всех навыков, которые есть в этой книге. Но в книге Dotcom Secrets Рассела Брансона прям очень круто эта тема поднята. Я сейчас читаю вторую книгу в серии это эксперт. Первая это воронки, вторая экспертность, третья это трафик. Вот экспертность мне сейчас самая интересная тема, потому что раз я уже знаю, как привлечь большое количество на людей, на меня, на какой-то вебинар, то как эксперт я хочу научиться лучше им доносить, лучше перепрошивать их мышление, чтобы им потом продать или донести. Почему люди едут в туры или не едут в туры? Не едут в туры, потому что они не понимают ценность туров и пока ты не прочтешь их мышление о том, что это совсем другое, это полностью отличается от того, как они едут сами, то получается в этот момент сходятся карты и они начинают покупать. Поэтому эксперт Рассела Брансона книга потрясающая для экспертности. Dotcom Secrets потрясающая для для оборонок продаж. Дальше я недавно был на мероприятии Big Money, в который приезжал Евгений Черняк и там раздавалась ну как бы участникам дарились книги. Книги называется Принципы первых и это еще одна книга, которую я читаю. На самом деле я читаю три книги одновременно. Ну то есть мне очень нравится, потому что одну я там слушаю, вторую я читаю, третью, то есть под настроение, что я хочу и вот я за месяц там 3-4 книги читаю, например и на данный момент. И еще есть одна книга очень классная называется Жесткий менеджмент, потому что я сказал немножко, что я не считаю себя успешным в плане бизнеса, потому что очень большая зона роста и для меня. В плане контента я больше всегда считаю, что я уже реально в этом понимаю, мне просто нужно как бы больше дальше снимать, продолжать, участвовать в разных проектах и так дальше. Так вот, про книгу Жесткий менеджмент это то, что мне очень помогает в бизнесе, то есть выстроить отношения с сотрудниками. И, ну скажем, я сейчас там, по-моему, осталось 20% книги, и я уже какие-то вещи применяю в команде, которые мне позволяют лучше менеджить людей, меньше тратить время впустую и как бы более эффективно использовать рабочий труд. как у тебя началась история с путешествиями вообще? У меня по факту фамилия путешественника, у меня полная фамилия это Миклуха Маклай, несмотря на то, что везде Маклай сокращенно. Так вот, это фамилия путешественника Николая Николаевича Миклуха Маклая, в честь которого моя семья, мои родители сделали в Украине четыре музея. То есть, моя история в туризме началась давно, да, еще вот, вот скажем, когда мы там комплекс питания делали, отели, музеи, к нам люди приезжали, я участвовал в принятии гостей, создании атмосферы. То есть, тогда я уже вот эти навыки от своих родителей уже перенимал о том, как нужно, как можно взаимодействовать с клиентом, чтобы он ушел в полном восторге. И это мне помогло дальше, да, в моих турах, когда любая ситуация, которая не происходит, у меня есть навык это сделать так, что человек, что это сгладит любые какие-то там жесткие углы. Потому что, ну, такое бывает, да, когда приехал человек не с тем настроением. Ну, например, человек приехал, заселение в 4, а человек приехал там в 7 утра и там ноги натерло и очень просят заселить у нас раньше. А отель не разрешает заселить раньше. И человек, ну, почему? Да потому что, суббота, невозможно заселиться раньше никак, потому что у тебя, ну, отель, несвободные номера. Человек негативит. Нужно с этим негативом справляться. И вот как бы, вот тот опыт, который родители мне дали, он, конечно, был бесценен. Я теперь понимаю, как взаимодействовать с людьми. Дальше, следующий шаг был, это переезд в Англию. Не, не так, даже переезд в Австралию, когда я пожил в Австралии, поучил английский язык. Потом в Канаду. Да, я в Канаде пожил. И потом, когда я уже, ну, переехал на 5 лет в Англию и поступил на курс туризм менеджмент, это был такой мой следующий шаг в туризме. Вот. То есть я не говорю о том, что я там путешествовал, много не путешествовал. Тут больше вот как бы, что я делал для того, чтобы стать тем Алексом Маклайем, владельцем GoPix, который вот проводит такое количество туров и знаменит на всю страну, на русскоязычном пространстве Америки, да. И вот следующий шаг это было высшее образование в туризме. Скажем, я, наверное, довольно формально учился на туризм менеджменте в Англии, в городе Борнмут, потому что не совсем как будто понимал, зачем мне это нужно. И тогда я не рассматривал активные туры и вообще, так сказать, так сказать, adventure travel, да. Я рассматривал это как, ну, владелец отеля, там, турагент, который там, я не знаю, опять же, продвигает, продает, путевки, поездки и так дальше. Но я не совсем имел, у меня не было, как это, страсти к этой теме, да, то есть отели, не знаю, там, самолеты, авиабилеты, как будто это все было скучно. Тем не менее, там есть менеджмент, там есть экономика, что важные предметы, которые мне нужны были, что я получил, отучился, и через пять лет после этого переехал в Англию, в США. И как раз вот во время переезда между Англией и США познакомился со своей женой Кристиной. И это для меня следующий, такой больше, как бы предпоследний шаг к тому, чем я сейчас занимаюсь. Это жена, которая суперзаядливый путешественник, которая была, я не знаю, в огромном количестве стран, которая поднялась на огромное количество гор, была на самом высоком вулкане в мире, прошла Камчатку насквозь, шла две недели через извергающийся вулкан Ключевскую сопку. И я в этот момент с ней познакомился, когда она вот все эти путешествия делала. И я смотрел и думал, боже, она сумасшедшая, ну, в хорошем смысле, как она вообще, она такое способна и может, и почему она так делает. Но наверняка так, как думают некоторые наши зрители, наши подписчики в моей компании, которые смотрят, думают, да это слишком сложно для меня. То есть у меня такое было впечатление. И когда с очередного тура вернулась Кристина, она задала мне такой вопрос. Саш, а давай сделаем тур в Мексику на самый высокий вулкан в Северной Америке. Я посмотрел на нее, говорю, Кристин, блин, ну, я могу тебе помочь, как жене, да, я могу, что тебе нужно со своей стороны. Она говорит, ну, у меня есть гид, давай то-то-то, все сделали. В результате, спустя два года, не, даже спустя год, я был по уши влюблен в активный отдых, потому что мы провели много туров уже, попробовали. Я понял, что это охрененно, это намного интереснее, чем я привык путешествовать. там, приехали в какой-то новый город, где-то походили, ну, скучно, мне это неинтересно. Ну, приехали в какую-то там смотровую площадку, красиво и все. Ну, там, что такое хайкинг, да, что такое каякинг, там, ну, то есть все активности, которые предлагают активный отдых, и что такое, когда это организовано, когда есть классный, скажем, формат, понятная программа, расписание. И когда я съездил в такие туры с нашими гидами, на тот момент профессиональными, потом сам стал полностью понимать, как это делается, потом создал с этого компанию, которая проводит, там, в 2022 году мы провели 85 туров, в один момент у нас даже было 4 тура, в один момент. Это было очень сложно, потому что, ну, столько менеджер туров, но тем не менее, настолько мы разрослись, и настолько увеличился спрос. Вот. И на данный момент это вот такой, в каком-то смысле, финальный мой этап на просторах туризма, потому что я понимаю, что я уже настолько напутешествовался для себя, что на данный момент я хочу, наверное, сам лично меньше путешествовать, больше проводить время с семьей, отдыхать. И если путешествовать, то в супер удовольствие для себя. Даже сейчас, когда я провожу туры, со мной едет гид, который по факту проводит тур, а я в туре нахожусь для того, чтобы снимать контент, общаться с людьми, набираться новых впечатлений и так дальше. Понятно. То есть ты сейчас хочешь продать свою компанию, да? Я сейчас ищу партнера, то есть две опции, которые я рассматриваю, вот так сказать честно, да? Это первое, это 50% продажи компании. Для чего? Для того, чтобы снять с себя операционную деятельность, которая меня уже не вставляет, а ставить на себя маркетинг, в чем я как раз силен. И вторая опция, это полная продажа компании, но даже если я полную продажу компании делаю, я могу остаться для того, чтобы, скажем, помогать, направлять в плане маркетинга. Потому что, опять же, вебинар, мы сейчас начинаем использовать вебинарную воронку, он уже два месяца подряд увеличивает продажи компании на 25-40%. Это же, ну, просто игнорировать такой мощный канал невозможно. И вот эти фишки я могу внедрять. Если даже человек покупает компанию, я могу оставаться на поддержке на протяжении года и полностью помочь в классном переходе в компании. Но тут еще такой важный момент. Я сомневаюсь в продаже компании, потому что у меня есть понимание, куда идет сейчас компания. Я понимаю, что сейчас компания ждет колоссальный рост. В первую очередь, потому что мы за последние полгода коснулись, ну да, у нас там было 15 миллионов просмотров, но коснулись мы примерно 5 миллионов аккаунтов. Только представь, 5 миллионов аккаунтов мы коснулись. То есть до этого они нас не знали, а сейчас мы их коснулись. И у нас люди покупают обычно, ну, спустя 3-12 месяцев после знакомства с нами. Почему? Потому что им нужно принять решение, когда поехать. Им нужно пропитаться, понять, что нам можно доверять. Им нужно иметь достаточно финансов, возможность в тот момент выделить деньги. И им нужно получить отпуск. Если они, например, работают в компании, им нужно получить просто отпуск. И когда для них это сходится все, они принимают решение. И вот 90% людей это люди, которые там 3-4 месяца минимум посмотрели и решили. Поэтому все сходится. 6 месяцев, как мы сейчас с людьми начали контачиться. И они сейчас начинают покупать, 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 покупать. Поэтому сейчас у нас рост последнего 2 месяца. А дальше будет еще больше рост. Потому что те будут догреваться, а новые, которые мы сейчас благодаря новым просмотрам, будут также покупать. У нас будет просто геометрическая прогрессия роста. Ну, представляешь, как это здорово, когда тебе пишут «Алекс, как прекрасно». Ну, мне часто в директ пишут, или там мне менеджер присылает скриншот. Спасибо вам большое, что вы это делаете, потому что я недавно подписалась и узнала столько новых для себя мест. Я жила и думала, что Америка это вот там несколько вот этих основных локаций, а теперь я понимаю, сколько у меня новых мечт благодаря вам. То есть, это миссия. И это офигенно. А насколько ты веришь, что с современными технологиями, такими, как искусственный интеллект или чат GPT могут упростить тебе операционку именно? Ведь у него как раз есть алгоритмы, которые могут вывести компанию буквально на другой уровень. И те механизмы, которые сейчас уже в современном мире используются, они как раз могут закрыть эти вопросы для тебя. И тебе можно даже не вводить новый персонал, а просто полностью адаптироваться под искусственный интеллект. Слушай, ну, наверное, по искусственному интеллекту скажу, что даже появление ботов в Инстаграме это уже мини-искусственный интеллект. Ну, мини. Как бы такая, такая, типа, да, которую ты сам заказал. И что это мне позволило сделать? Сократить мой отдел продаж с 7 человек до 2. То есть, просто потому, что не 7 человек вручную обрабатывают всех, а 2 человека просто общаются с теми, кто с ботами уже пообщались и потом общаются. А теперь я представляю, если использовать искусственный интеллект для того, чтобы вообще, ну, как бы в операционке упростить процессы, ну, как бы тут, наверное, вот эта тема сократить народ, она немножко скользкая, да? Ты же знаешь, даже в киноиндустрии была эта проблема. Но сам факт, да, что, а зачем тогда работать с, блин, не хочется обзывать людей, конечно, ну, зачем работать с кем-то менее умным, чем искусственный интеллект? Ну, типа, абсурдно, но для бизнеса, потому что, опять же, если читать даже ту же книгу «Шосткий менеджмент», ну, там просто все понятно, что, ребят, не путайте, если вы делаете бизнес, вам важна суперпродуктивность. Если вы не делаете суперпродуктивность, а работаете на то, чтобы, ну, обеспечивать рабочие места, то это, получается, уже не бизнес. Поэтому, да, тут искусственный интеллект, наверное, мне, вот если бы я встретил человека, который бы мне прям вот раскрыл глаза, знаешь, как, вот, моя потребность сейчас, если мне в ролике сейчас выскочит ролик, да, видео, и скажешь, что, ну, как бы, ты зашит в операционке и хочешь, чтобы искусственный интеллект выполнял 50% твоих обязанностей, типа, приходи ко мне на вебинар, и я тебе расскажу. Прикинь, какая тема, но она узкая, потому что я же бизнесмен, у которого операционка. Соответственно, если такая тема была, я бы пришел, послушал то, что уже для меня откопал эксперт, да, и задумался, окей, а реально, может быть, ну, 50% это, наверное, максимум, а у меня даже если 20%, то есть, типа, я буду работать не 10 часов в день, а 8 часов. Стоит ли это того? И ты такой думаешь, ну, типа, очевидно, конечно, стоит. Поэтому, да, тема очень интересная, я не силен в искусственном интеллекте в целом, но все больше и больше вижу, насколько это имеет потенциал перевернуть вообще все, да, и даже мою компанию. Поскольку твоя тема, это путешествие, давай немножко поговорим про твои путешествия. Я имел честь с тобой проехаться из Лос-Анджелеса в Майами, мы посмотрели южную сторону Америки, и я даже для себя сам почувствовал, насколько важно иметь профессионала, человека, который может тебе в туре организовать места, посещения, самое главное, график, по которому ты едешь, и ты не думаешь, куда даже ты едешь. Ты знаешь, что есть какой-то план, ты по нему движешься, есть человек, который занимается всеми необходимыми вопросами, чтобы это все было правильно организовано. Вот это я почувствовал, я понял, где вот эта фишка и где вот эта потребность возникает. Вот расскажи, даже вот в моменте, когда мы с тобой вместе были, я помню эти сумасшедшие дни, когда мы были в Хавасу, тут сейчас появятся кадры, да, это было незабываемо, то, что мы как раз находились в Аризоне, там, когда была смена климата, когда была осень, переходила в зиму, и мы попали вот в этот весь ураган, все-все-всего вот этого снега, дождя, наводнений, и эмоции, и эмоции, да, и это, конечно, подкрепило это путешествие как одно из самых лучших, конечно, когда мы находимся на грани чего-то и включаем все свои основные инстинкты, то тогда ты запоминаешь какие-то вещи намного сильнее, чем обычная какая-то поездка на пляж, где ты можешь позагорать, уехать, и потом ничего не вспомнить, как ты ездил. Расскажи про твои самые необычные поездки, что происходило там с клиентами, или что происходило во время поездки, то, что тебе сейчас запомнилось, и то, что ты вспоминаешь в самый первый момент. Сразу две поездки вспомнил, но в первую очередь нашу поездку в Гранд Каньон, на Хавасу Фолз, потому что, ну, ее нельзя мимо пройти, потому что там был очень интересный момент, когда мы вернулись с похода, спускались там практически до реки Колорадо через всю красоту, и когда шли назад, начала резко ухудшаться погода. Нас было человек 7, я помню, 7-8 человек, и когда мы вернулись назад, мы заселились в палатке, и начался такой ураган. Так вот, в тот момент это было очень круто, потому что это было наше первое знакомство, и после поездки, как будто вот все, что было дальше, наше с тобой общение, и такое теплое общение, я всегда тебе позвоню с большой любовью, уважением, да, с воспоминаниями, точно так же ты, потому что мы были в таких ситуациях, потому что мы были в этом Гранд Каньоне, нас смыло эту палатку, на следующий день ты с Марчусом ходил просить, чтобы нас в лоджи заселили, потому что Кристина была беременна, да, вот мы там отдыхали, ну, ждали, потом подходили к этим голубым водопадам, которые были грязные, черные, потому что вся грязь смылась, да, потом мы вверх шли, и там было все в снегу, то есть вот эти воспоминания, они были невероятные, да, и если говорить про, ну, меня как организатора и профессионала, то, естественно, я понимал полностью, как там действовать в таких ситуациях, и там, ты больше отвечал за съемку, как я помню, вот, и это было очень круто, да, вторая ситуация, которую я вспоминаю, она такая, более, ну, как бы, не безобидная, мы быстро с ней справились, но когда мы восходили на вулкан Ла-Малинча в Мексике, на спуске, была девушка с парнем, мексиканцы, да, и девушка подвернула ногу, а с нами был наш гид, это была моя первая групповая поездка тогда, это 2018 год, и наш гид Руслан, он в тот момент, как бы, организовал спасательную операцию, если наш участник один сказал, не надо, я ее закину на плечо, и сейчас пойду, то гид профессиональный сказал, погоди, погоди, это не работает, потому что спускаться в ней в 4 часа, и как бы ты ее не нес, какая бы она легкая не была, ты убьешь себе колени, спину, упадешь, возможно, ее повредишь, и куча других причин, то есть, ну, вместо этого, он организовал спасательную операцию, когда мы девушку вдвоем, как бы по 2 человека под руки спускали, и я тебе скажу, вот мы просто спускаем ее под руку, да, буквально 5-7 минут, и мы просто убитые, потому что, когда ее вот так под руку несешь, и спускаешься в таких непростых местах, то ты, ну, не можешь, ну, это, как бы ты не можешь не устать, потому что, напряжение со всех сторон, и в этот момент, когда ты устаешь, ставятся другие 2 участника, и спускают ее вниз, и таким образом, мы вчетвером, и гид, гид один из 4, а остальные ребята, спустившись вниз, позвали рейнджеров, которые подъехали, чтобы забрать эту девушку, да, мы тем самым организовали спасательную операцию, которая безопасно доставили девушку вниз, она не повредила себе больше ногу, да, он еще ей, кстати, наложил, как это называется, шину, или что-то такое, да, наложил на тот момент, и приехали спасатели, загрузили, и мы безопасно спустились вниз, то есть, это настолько круто, да, ну, опять, я сейчас пока рассказал эту ситуацию, вспоминаю следующее, ну, то есть, много ситуаций бывает таких, когда, ну, нужно знать, как действовать в таких ситуациях, да, ну, одно дело, чтобы это было безопасно, про сложные моменты, другое, это супер объединяет, то есть, да, тяжело спустить, нужно было, но когда мы вернулись, мы как команда были, которые сплотились, которые помогли, мы как team building был в этот момент, только с незнакомыми людьми, и именно поэтому, в конце путешествия, на пятый, шестой, седьмой день, ты стоишь, смотришь, и просто тебе хочется плакать от того, ну, что ты будешь прощаться с этими людьми, которые с тобой провели эти дни, которые на тот момент самые лучшие люди на свете, у меня даже есть история, когда мои участники, мы вот очередной тур где-то сидим, я помню, один из последних дней, я говорю, ребят, ну, вы действительно, вы, у меня самая лучшая группа, а потом на следующий тур, я искренне говорю, ребят, вы у меня самая лучшая группа, и так уже раз пятнадцатый проходит, а те клиенты, которые со мной много раз говорят, Алекс, ты уже нам говорил это про шантури, а еще кому-то про шантури, а я понимаю, что в этот момент, когда я с ними, они самая лучшая группа для меня, потому что, те эмоции, они уже прошли, и в данный момент вы самая лучшая группа для меня, и это круто, когда ты встречаешь каждый раз такое количество таких крутых людей, кого ты можешь назвать самыми лучшими людьми, в общем, ты видишь, даже у меня глаза сразу загорелись в этот момент, когда мы говорим про путешествия, про такие моменты, когда ты рассказывал, видел горящие глаза, потому что именно путешествия создают вот такие сильные эмоции, которых ты в повседневной жизни можешь не испытать. Получается, ты в Америке во все места съездил, да? Ой, нет, я вообще имею ложный статус человека, который там везде все знает, посетил, но честно скажу, я был в огромном количестве мест, я посетил все самые популярные места, но я далеко не во всех был, то есть я не был во всех национальных парках, я там был, ну там, 35 национальных парках, а их 63, понимаешь, то есть я не гонюсь за этим, я не гонюсь за тем, чтобы много парков посетить и так дальше, я все-таки, если говорить про один парк, я его мог посетить 5 раз, но по-разному, да так посетить, что тот же Гранд Каньон, ты знаешь, Гранд Каньон, там есть южное ребро, северное ребро, центр Гранд Каньона, потом Вест, и потом между Гранд Каньон Вест и центром Хавасу Фолс, где мы с тобой были, то есть я везде был, как бы в всех локациях, и тогда у меня уже впечатление полное про эти места, конечно, я знаю, наверное, самые крутые места, я в самых крутых местах был, но все, нет, и близко, ну, живя здесь 7 лет, как бы это практически невозможно, это нужно гнаться за тем, чтобы посетить там все-все-все места или все штаты просто так, а ведь ты не хочешь просто формально посетить, даже когда мы проезжали с тобой Америку, заезжали в Алабаму, да мы просто ее проехали, это нечестно, даже по отношению к штату, говоришь, ты в нем был, когда ты его проехал, ну, просто проехал мимо, да, поэтому я не могу так говорить, и, кстати, каждому не рекомендую брать на себя статус, что я, да, везде я был, вот это я читаю сообщения, ой, да во всех этих местах я был, понимаешь, да даже те говорят, что я все 50 штатов посетил, я понимаю, что это формально, ну, как бы это формально, да, ты был в момент, это знаешь, как, не знаю, какие бывают, ну, короче, понятная ситуация, когда это не раскрывает полной сути тебя, как путешественника, да, я могу сказать, что я очень классно посетил некоторые места, и прям чувствую, чувствовал себя просто на пике удовольствия в этот момент, когда ты, ну, там, в Йосемити заезжаешь, становишься на смотровую точку Glacier Point, смотришь на всю эту красоту, и, ну, это самый счастливый день в твоей жизни, потом ты оказываешься на Хавасу Falls, когда мы первый день спустились до потопа, смотришь ты это и такой, да ну, это же невероятно, что такое природа создавать, и красные скалы, зеленый мох, и еще голубая вода, не синяя, а голубейшая вода, я не знаю, как это объяснить, супер вот такой, как будто нарисованная картинка, или ты забираешься на какие-то высокогорные озера в Калифорнии, и видишь изумрудный цвет, не зеленый, как мы привыкли, не темный, не голубой, а изумрудный цвет, он даже какой-то молочный изумрудный, необычный, это же невероятно, поэтому, да, назови три топовых места, которые ты посетил в Америке, ты меня ставишь, очень непростое положение, вот, давай так скажу, Хавасу Фоллс, потому что, ну, такого места, ты просто, еще, примешать туда недоступность, ну, не повторить, это как вот точка эти водопады, второе, я его назову, потому что оно для меня самое фотогеничное, не просто так у меня на компьютере, если я даже покажу, заставка прям вот этого места, могу показать? Нет, мы его вот показали уже, да, показали, супер, то есть заставка вот этого места на моем ноутбуке, потому что оно безумно фотогеничное, Аризонская волна, вот, ну, антилопу, наверное, как будто антилопу сказать супер банально, поэтому я ее не говорю, да, и, наверное, мне очень понравился водопад, который я увидел в этом году, он называется Берни Фоллс, на севере Калифорнии, когда, вот представь, скала, и много листьев, деревьев, веток, и через вот такую широкую часть скалы, наверное, метров 50, льется река, и образует вот такие, как ветки водопадиков, ты просто смотришь на тысячу водопадов, ну, то есть, если не агара, это просто вода льется, ничего не мешает, то здесь через ветки, и это безумно красиво, особенно, когда мы спустились вниз, и прямо в водопад зашли, немножко поныряли, видя эту красоту, мне это отложилось очень сильно, поэтому, вот сейчас эти три места назову, но если ты спросишь через пять минут, я думаю, будут другие места. У тебя есть какие-то истории с детства, которые сделали из себя целеустремленного человека? С детства я был довольно, скажем, такой спокойный, не суперактивный, и примерно к 14 годам, как-то помню, были определенные проблемы в школе, когда я чувствовал к себе отношения не очень, и я принял решение в тот момент, как-то внутренне, что я буду отстаивать себя и свою мечту, то, чего я хочу, потому что, ну, как-то чувствовал, что чувствовал неуважение определенное в школе, и когда я принял решение отставить свою мечту, я начал вот прям осознавать, какие мои мечты, я тогда мечтал играть на гитаре, не просто играть, а выступать на сценах, на больших сценах, мне это очень нравилось, для этого я просто мог по 10 часов долбить эту цель, играть на гитаре 10 часов в сутки, то есть вот это мне и дало результат, когда я уже немножко выступал на сцене, очень неплохо играл, да, потом это ушло на задний план, но это был классный период, когда я прям осознал, что для того, чтобы прийти к желанной цели, нужно много работать, после этого была следующая цель, вот такую я вспоминаю, это когда я приехал в США, мне было уже там 22-23 года, и я очень хотел запустить кикстартер со своей настольной игрой, потому что я все равно был уверен своим хобби, что я люблю, да, то есть делать то, что мне нравилось, на тот момент я очень любил настольные игры, я их даже создавал, и я три года готовил свою игру к запуску на кикстартере, это просто глобальнейшая работа, когда я очень много, я просто, наверное, тысячу или сколько, 10 тысяч часов провел над тем, чтобы создать дизайн игры, протестировать, создать прототипы, да, продвигать это в социальных сетях, и, наконец, когда вот в 2017 году я начал этот процесс, в 2020 я запустил кикстартер, я жестко провалился, я собрал всего лишь 10 тысяч 800 долларов на кикстартере, чего не хватало, я просто отменил компанию, ну, людям все деньги вернулись, и, соответственно, просто я понял, что я этого не реализовал. Почему? Потому что не хватало где-то структурности, да, то есть вот прям такого подхода и маркетинга очень не хватало, то есть, наверное, самый сильный тот момент, это маркетинг, наверное, структурность, я ошибаюсь, я очень структурно подошел к вопросу создания игры, но к вопросу маркетинга, продвижения, чтобы создать базу фанатов, как сейчас за мной идет база фанатов в путешествиях, да, в GoPix, десятки тысяч людей, уже скоро будет 100 тысяч людей у нас в социальных сетях, такого не было, такого не было, и, соответственно, из-за этого я набрал всего лишь 10800 долларов на кикстартере, что уже был неплохой результат, очень многие проваливались на там и тысячу не собрали, а у меня было много людей, которые со мной тестировали игру, друзья, которые поддержали, то есть 10800 мы собрали. А уточни здесь быстренький момент для людей, которые не знают, кикстартер, это платформа, которая делает краудфандинг, и если ты собираешь эту сумму, допустим, у тебя сумма там, допустим, 50000, если ты ее собираешь, то всем инвесторы что получают, процент или что? В данный пример получают копию игры. Копию игры, независимо от того, сколько они дали денег. Нет, они в каком-то смысле делают предзаказ. То есть они видят проект, видят крутую идею, им она нравится, и они от доброго сердца в каком-то смысле хотят поддержать, но когда там реально крутой продукт, тогда доброе сердце становится на второй план, и они начинают охреневать от того, вау, какой крутой проект. Это может быть не только настойная игра, это может быть все, что угодно, там, это может быть даже технологический продукт, это может быть какой-то девайс, и так далее. Здесь больше вопрос отношения людей, которые дают тебе деньги, и то, на чем ты выходишь с ними после того, как краудфаник закончится. Человек хочет копию игры, он выбирает на 40 долларов донейшн сделать. Если он хочет копию какой-то супер игры, версии делюкс, например, он платит 90 долларов, например. То есть он выбирает от суммы, но он может просто нажать кнопочку сделать донейшн, потому что он поддерживает проект. Ну, как правило, ты выставляешь условия, что люди приобретают такую сумму. Это не GoFundMe, когда тебе просто деньги дают, как правило, поддержать за что-то. Это конкретно платформа предзаказов. Предзаказов, как правило, продукта, которого не существует еще. Он еще не произведен. А тебе, как создателю каких-то таких продуктов, намного круче, когда ты собираешь денежку для того, чтобы потом произвести продукт, а не выкладывать свои деньги, не понимая спрос. И ты можешь сразу через Кикстартер понять спрос, под этот спрос создать продукт, что идеально. А ты можешь закрыть фандинг, если, допустим, ты собрал только 10 тысяч из твоей суммы, которую ты хотел, и продолжить заниматься продуктом? Или тебе точно нужно вернуть деньги, потому что ты не собрал? Как устраиваться? Как ни странно, но это как инвестиция. То есть, когда люди вкладывают эти деньги, выбирают продукт, они должны понимать, и стартер об этом говорит, что вы можете не получить, потому что продукт может не реализоваться. Ну, например, это не про то, что человек собрал деньги и украл. Нет. Это про то, что человек собрал деньги, вывел их на счет, заплатил за производство, заплатил за доставку. Во время доставки что-то зависло. Потом он заплатил за растаможку еще что-то. Потом оно пришло. Потом тут какой-то лейтфи. Потом тут, пока оно пришло с задержкой, тут уже цены на распространение другие. И у него просто нет денег, чтобы это сделать. И он берет, запускает вторую программу. А люди, которые еще не получили, расстроены из-за этого. У меня даже знакомые есть, которые кикстартер сделали. И три года не могли реализовать это. Представляешь? И они даже, ну это, конечно, интересно, они даже продавали в онлайне продукт, которого еще не было. Чтобы добрать заказов, чтобы им хватило денег все это произвести. Почему я эту тему поднял? Потому что это вот два, ну как бы это провалы. Когда я музыку начал играть, но провалился как профессиональный музыкант, которым я хотел быть в тот момент. Все, я понимаю, что не стану музыкантом. Надо слишком много работать, в моем понимании. У меня недостаточно времени. Второй этап это кикстартер, который я посвятил три года. Ну практически три года я работал над этим. Я жестко провалился. Ну это капец, когда ты вложил. Я просто, мало того, что я 10-800 поднял и не вернул деньги, я же вложил своих порядка 50 тысяч долларов. Понимаешь? Ну то есть, которых мне, я их не вернул. Я, конечно, до сих пор живу в мечтах, что я реализую этот проект, потому что он мне очень ценен. Да, моя настольная игра. Она очень, кстати, крутая. Можно ссылочку добавить в описании, чтобы люди посмотрели. Отмененный проект в кикстартере. И после этого было еще мини-проекты. Ну, например, там я делал YouTube-канал свой давно. Он, кстати, хорошо пошел, но, к сожалению, его заблокировали в 21-м году. Прикинь? И у меня канал уже органическим способом. Что причина была? Они не объяснили. Просто сказали, что нарушение какое-то. Но самое обидное, это то, что был, это был Google-аккаунт, где было все мои файлы за прошлое время, за 10 лет. Вот прикинь. Вау, то есть они блокируют даже твой драйв? Все, они заблокировали мне не YouTube-канал, а Google-аккаунт. Понял, мою почту, мой аккаунт весь. И я не могу даже вытащить видео, а там были такие видео крутые. Просто такого качества, такой монтаж делал. Я помню, у меня был сзади на стене в предыдущем апартаменте. Прицеплен зеленый фон полностью. Я вот снимал, снимал контент. И очень, кстати, классно получалось. Вот. И когда я этот YouTube-канал делал, я делал его на тему MLM под путешествием тоже, кстати. Прикольная программа, там скидки, путешествия. Но YouTube провалился, и в этот момент я создал GoPix. Ну, там еще один был проект, утреннее пробуждение, morning selfies, который я сделал. Который был классный проект, но он неприбыльный. Когда люди просыпались рано утром, я как бы, опять же, много делал, но не получал финансового результата. Когда я взялся за GoPix, за создание именно авторских туров, тогда резко моя карьера, как бы, да, и мой доход начал расти. Почему? Потому что сошлись карты в каком-то смысле. То есть я организованный человек, который очень круто мог подготовить программу, все файлы, все документы и, там, посчитать всю экономику, провести тур. Мало того, организованный человек. Второе. Офигенный, скажем, ну, скажем, душа компании, офигенный гид, который создаст такое настроение, что люди будут в восторге. И люди начали возвращаться. И после этого вот эти две карты сошлись, и люди начали путешествовать, потому что было качественно круто. И еще там был лично я и Кристина. И люди начали массово с нами путешествовать. За несколько лет мы нарастили массу. У нас появилось там уже не тысячи человек в наших сообществах, а десятки тысяч людей. После этого мы начали строить команду, приглашать гидов, возить даже в туры по два-три гида, чтобы их обучить, чтобы потом они проводили туры. Я в тот момент переживал за то, что если я не буду ездить как гид лично, то люди не захотят со мной путешествовать. Но, как-никак, за последние два года мы провели 150 туров, и из них я был, угадай, в каком количестве туров. Ну, может быть, 30. Четырех. Четырех. Я был в четырех турах. Обалдеть. И все остальное компания, да? Это все мои гиды были. То есть, и это говорит о том, что все-таки GoPix это не чисто Алекс, да, который там ради него все путешествуют. Это команда гидов. Это целая инфраструктура. Это система каждого тура, подхода, курирования. Вот. Поэтому, скажем, GoPix это был такой следующий шаг, но тоже нельзя говорить, что, мол, GoPix это полный пример успеха. Потому что, да, там были провалы. Здесь были бесконечные провалы, сквозь которые мы идем дальше к успеху, к успеху, к успеху. Потому что, ну, когда наступил COVID, это провал. Ты занимался турами. Ну, типа, это абсурдно, что у тебя что-то получится, если ты занимался турами в COVID. И мы даже на COVID выросли. Потом наступает 24 февраля, да, то есть война в Украине, Россия. И в этот момент, ну, люди просят отмены в турах, потому что, ну, у них, у них сейчас финансы важнее для того, чтобы помочь в Украине, да, своим семьям и так дальше. И это уже опять начинается провал. А потом повышаются резко цены после COVID. И экономически мы подкачали, да, мы не заработали сколько нужно. А потратили на рекламу, на все. И это провал. И каждый вот такой провал, 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 он как бы, ну, и так как это дело моей, как бы, жизни, в каком-то смысле, да, которым занимаюсь 5 лет, я сквозь эти провалы иду дальше, иду дальше. Когда даже опускаются руки, они все равно, ты все равно их поднимаешь, ты все равно дальше делаешь действия. И сквозь тысячи провалов, я даже скажу так, где-то полгода назад у меня было чувство, будто вот я постоянно пытаюсь взлететь и падаю. Ну, ты что-то не получается. Ну, ты что-то, какой-то запустил новую идею, да, новую, новое направление, или нового сотрудника взял. Взлетаю, падаю, взлетаю, падаю, взлетаю, падаю. У меня ощущение было, будто это произошло столько много раз, что у меня уже выработано, что если я попробую взлететь, я сквозь паду. Понимаешь? И вот это успех через провал, через тернии вот этого провала, которое, ну, никто вообще не знает, да. А когда люди смотрят на GoPix, смотрят на Алекса Маклая и думают, о, он самый счастливый, самый успешный, у него все так классно получается, столько туров, столько это. И не знает вообще все, что вот сзади, понимаешь? И я даже в каком-то смысле не готов еще рассказать вообще вот через все, через что мне пришлось пройти и через то, что я прохожу, чтобы оказаться здесь. Чтобы оказаться там, где я окажусь через год. Через все я еще пройду сейчас. И каждый месяц это, это завоевание новой вершины. Даже если ты, блин, скатываешься с нее, даже если ты до нее не дошел в конечном итоге, но ты пошел, понимаешь? Ты скатываешься и весь покоцанный это, встаешь, заживляешь раны и идешь дальше. Потому что тебе нужно перейти через эту гору. Если бы я не был бизнесмен, ну, типа, если бы мне не нужно было перейти через эту гору, я бы не был бизнесменом. Если сегодня ты 100% делегируешь компанию GooglePix, ну, или продашь ее с концами, чем бы ты занимался сейчас? Какой твой следующий пункт в голове, который тебе нужно реализовать? Понимаешь, когда я заканчивал предыдущие проекты, которые провалились, я был в полной неуверенности в себе, а что делать дальше? Kickstarter провалился, YouTube-канал заблокировали и, в принципе, он провалился, он не давал дохода. Там, настойная игра провалилась. А тут в GoPix, наверное, потому что я провалился в GoPix в тысячи раз больше, чем в любом другом проекте, я научился с этим справляться, и у меня появился стержень вот этого понимания, что дальше у меня не будет, что я как бы не уйду без ничего. Даже если я, ну, компания эволюционирует, пойдет дальше даже без меня, или появится партнер, который мне поможет в этом процессе, а у меня высвободится энергия, то я знаю, чем я буду заниматься, я знаю, что я буду тем заниматься, что мне очень нравится, то, что будет давать мне и финансовый, и эмоциональный, и радиационный, как бы, элемент, успех. И если говорить в данный момент, то я думаю, что это съемки, но кто знает, что будет дальше. Потому что те навыки, которые я приобрел за период создания GoPix, управления GoPix, ну, это просто набор супертвердых инструментов, понимания, что такое воронки, что такое лендинги, что такое платная реклама, запуск таргета, что такое ведение социальных сетей, что такое проведение туров, что такое работа с клиентом, что такое работа с корпоративным клиентом, индивидуальным клиентом. Ну, то есть, вот можно продолжать и продолжать, и продолжать, и продолжать. Ты просто берешь даже один из навыков, который ты приобрел, который тебе нравится, который ты можешь реализовать, находишь спрос, и просто этот спрос реализуешь с помощью своего навыка. То есть, я, как бы, съемки, потому что сейчас, в данный момент мне это суперинтересно. А что будет дальше, я не знаю. Но если говорить про съемки, то я недавно, буквально в августе, начал работать с клиентом, как раз ведя клиента к большим просмотрам. Это единственный клиент, кого я взял к себе в работу, это Инга, Инга Ревеко, которая в мае со мной попутешествовала первый раз, а до этого меня знала просто через знакомых, через социальные сети, знала, что мне можно доверять, и как-то поехала со мной в тур. И после тура она обратила внимание на то, какой у меня крутой инстаграм, какие крутые просмотры, какие крутые результаты. И она обратилась ко мне сама. То есть вот это тоже еще как бы не просто понять, какой инструмент ты знаешь его внедрять, а чего от тебя люди хотят. И я понял, что от меня она хочет, чтобы я ей помог получить просмотры и стать более популярным. И в этот момент мы с ней созвонились, я говорю, Инга, я вообще как будто, ну, у меня нет продукта на это, у меня нет понимания стопроцентного, но я вижу тебя, я понимаю, что мы можем это попробовать. Я думаю, что есть в этом потенциал, потому что ты очень харизматичная, интересная, у нее есть навыки. Я не просто так ее взял, да, на обучение. И какой результат, да, вот как пример, и чем я могу дальше заниматься. В результате у нее выпущено было первых 10 роликов за 2 месяца. То есть мы постили, ну, очень редко. Мы постили в среднем, ну, получается, один ролик в неделю. Ну, типа, ну, один ролик в 5 дней. Но первый ролик залетел на 680 тысяч, седьмой ролик залетел на 1,1 миллиона просмотров и восьмой ролик залетел на, уже на данный момент, вот ты сегодня утром проверял, 2 миллиона просмотров. Как ты думаешь, чем был ключ успех? Ну, в первую очередь, у нее ключ успеха в том, что она взяла меня. Вот реально, ну, как бы это, для меня это супер очевидно, потому что, когда у меня меня не было текущего полгода назад, я просто пилил ролики, по 2 ролика в день выставлял и думал, да все это не работает, алгоритмы не работают. Уже все это в прошлом, уже все забрали просмотры. Я все, придумал себе любую причину, почему у меня не заходило. Ну, как только я, вот на тот момент, для меня ключевой этап был, вот такой толчок, это встреча с Сережей Косенко, когда мы с ним встретились в Лос-Анджелесе, на кальянчик сходили. И я ему просто показал свой аккаунт, говорю, Сереж, ты такой крутой в контенте, можешь, пожалуйста, просто вот сказать, почему у меня ролики не заходят. И он какой-то там что-то сказал мне, да, какую-то свою магию подсыпал вот на тот момент, и через месяц у меня пошли ролики 100 тысяч, 80 тысяч, 300 тысяч, 380 тысяч, и просто вот пошел вот этот снежный шар, начал накатываться, накатываться, накатываться. То есть у нее для меня рецепт успеха, это взять меня. Но как я это сделал, это уже другой вопрос. Я это сделал благодаря пониманию, что важно для того, чтобы ролик зашел. Для того, чтобы ролик зашел, важно, опять же, заставить человека перестать скроллить, а задержаться на видео. Если глубина просмотра, это когда человек, ну, застреет, и в среднем много людей просмотрует. Поймать его на хук. Ну да, то есть как бы хук, правильно, да. И самое интересное, в рилсах это не обложка, которую люди думают, не текст изначально, не хэштеги, а это вот первые секунды, что там, что там происходит. И мы просто взяли с Ингой и сделали ролики под алгоритм, который я для себя понял. Мы просто первую съемку провели, и на первой съемке у нее ролики, вот ролик на 680 тысяч залетел. Да, это очень круто. Да, то есть это то, что я вижу, как одно из моих будущих, как бы, направлений. Я, кстати, сказал про Ингу, но я недавно взял клиента, Виктор Ком, который живет в Майами, которого, с кем мы договорились вот так, что я тебя беру на результат в миллион просмотров на ролике. Он приезжает в Лос-Анджелес, мы с ним проводим съемку, буквально два дня он улетает. Я полностью прописываю все скрипты, беру видеографа, там, тебя или Макса, кого угодно, ну, из ребят, которые могут это сделать круто. Снимаем контент. Моя команда, у меня команда из четырех рейлсмейкеров сейчас. Моей команде даю задачу смонтировать вот эти вот эти ролики, выставляем у Виктора, и ролик у него залетает на миллион. Это то, что я планирую сделать. Недавно, буквально, мы вот там пару недель назад это обсудили, потому что он с Майами, он еще не спланировал сюда приезд. Но я понимаю, что моих знаний хватает для того, чтобы сделать ему большие просмотры. И даже если ролик не на миллион залетит, на 100, на 200 тысяч, это уже будет крутой толчок к его аккаунту, понимаешь? А он инвестировал в меня. И тут еще интересный момент. Я не то, что сказал, там, плати сразу наперед. Вот смотри, будет результат, тогда заплатишь. Ну, там, какая-то первоначальная оплата есть для того, чтобы я оплатил своей команде, да, и свое время, ну, как бы потратил, чтобы человек не просто, там, воспользовался со мной моим временем, потом не реализовал. Потому что одно дело идея, а другое реализация. И если человек не пойдет в реализацию, не будет просмотров. Поэтому, и как только будет родик на миллион, ты заплатишь сумму вот эту. И мне это подходит, потому что я могу отвечать за результат сейчас. Я понимаю, что это такое. И когда я выбираю еще клиентов, которых я вижу потенциал, слушай, да он классный, реально крутой Виктор. У него он эксперт, реально истинный эксперт. У него визуально крутая картинка и куча референсов, как это делают другие. И ты просто берешь, и это, как знаешь, по пазликам собираешь. Когда мы сделали с ним такую встречу, да, с ним и с его коллегой, они просто ушли с обученной челюстью, мол, вау, вот это то, что мы хотим делать. И все. И они, и мало того, мы договорились, что они приедут сюда, но они уже сняли там контент, который имеет потенциал миллионного просмотра. Потому что есть видение. И это видение, которое я воспитал в себе за эти 9 месяцев, благодаря чему и аккаунт развивается. Потому что, ну, кто-то скажет, что 15 миллионов это мало. А давайте подумаем над тем, что я работаю и 15 миллионов просмотров на русскоязычном рынке США. Не массовом американском, где безлимитное количество, а где у тебя ролик не может набрать больше 500 тысяч просмотров. Ну, как бы на русскоязычном рынке США именно Инстаграм он показывает местным жителям. Потому что их просто нет больше этого количества. И у нас ролик залетел, который на 1,2 миллиона, на 1,3 уже. Это ролик, который, наконец, пробил алгоритм Инстаграма и показал нас в других странах. Понимаешь? То есть я понимаю, что 15 миллионов просмотров, которые мы имеем, это вообще не отражает того качества контента и тех знаний, которые во мне есть. Это просто еще, как бы, знаешь, заниженные результаты. Это мое понимание. Еще раз напомню. Первый ролик набрал 680 тысяч просмотров. Не 25-й, не 40-й, а первый. У нас ролик набрал более 500 тысяч первый только в октябре. А мы постим, по-моему, с 10 или 12 декабря. Прикинь! То есть мы постим, ну, вообще, тысячу роликов или сколько, ну, может, не тысячу, ладно. 600 роликов мы сделали за это время, и у нас первый ролик зашел. А у нее первый. Потому что мы попали сразу куда нужно, сделали качественную работу в плане монтажа всего. И, ну, как бы, и не ставили себе ограничений, мол, сейчас снимем, и надо раскачивать аккаунт. Прикинь, какой у нее аккаунт до этого был. 700 человек. 702 подписчика было. Вот я сейчас помню, но она говорит, что 700. И просмотров в среднем было на роликах до того, как вышло 90, 80-90 просмотров. Пару роликов были в 150. Прикинь! И первый ролик зашел сразу за сутки на 100 тысяч. За сутки, за 23 с половиной часа мы таймер ставили. 100 тысяч набрал. Да, здорово. Вот, поэтому, да, тут вообще не про алгоритмы. Не так. Тут не про то, что уже не работает что-то. Тут не это, ну, как бы, причин много людей себе придумают. Тут просто нужно сделать крутой ролик, который триггернет людей на эмоции, заставит их об этом говорить. А там много элементов. Можно там называть такие элементы. Вот американцы часто добавляют это. Relatability. То есть, когда люди чувствуют, что это что-то про них, к ним относятся. Вот, когда я говорю, почему ты живешь в США до сих пор? Это же, я им говорю, это про них. И они такие, что? И они начинают оставаться. Или когда они видят, например, у нас ролики заходят, там, 10 необычных мест Калифорнии. И люди такие, я живу в этой стране. И скидывают, потому что это к ним относится. И они в сторис постят, а я живу в этой стране, моя любимая Калифорния. Я никогда не перееду с этого штата никуда больше, потому что я люблю Калифорнию. Потому что это к ним относится. Они почувствовали отношения. Понимаешь? Потом там факторы, не знаю, там, комментарии оставить. Потом факт поделиться. Например, благодаря Сереже Косенко тоже, когда он говорит, Саш, ну, ты когда ролик делаешь про путешествия, это должно родить эмоцию у людей, в том числе, что, любимый, поехали сюда, скидывает жена. Ему делится и пишет, когда ты меня сюда свозишь. Понимаешь? Или парень сбрасывает другу и говорит, ну, там, это не про travel, а вообще сбрасывает. Смотри, какая ситуация. Помнишь, как это было знакомо? У нас с тобой такая ситуация, когда мы в молодости были. Мне вдруг мой с Украины Игорь скидывает ролики. И тогда такой, ну, с напоминанием, как было у нас, когда мы в молодости были. Потому что они почувствовали желание поделиться. Они увидели себя даже в этом. Ну да, да, увидели себя. Когда люди видят себя или видят схожие чувства юмора, они начинают репост делать. Это то, что двигает на самом деле все видео. И вот важно, чтобы репостов. Кстати, да, могу добавить, что у нас в аккаунте очень часто на роликах больше сохранений, чем пересылок. А пересылок, чем лайков. Потому что целевое действие человека, когда он смотрит вот что-то суперполезное. Вот назову один из таких классных примеров. Это как посетить 7 национальных парков за 7 дней. Да люди горят желанием побыть в национальных парках. И тут им настолько полезная штука. И они смотрят. День 1, едь туда. День 2, едь туда. День 3, едь туда. Когда они это смотрят, у них нет желания первый лайк поставить. Они сразу пытаются нажать эти три кнопочки, чтобы сохранить. И не дай бог не потерять. Потом пересылать мужу, еще кому-то пересылать. Потому что у них основное целевое действие. А если, например, другая ситуация, когда человек видит ролик, в котором раскрывается какая-то точка, но не называется названием. Например, планетка, которая приближается. Знаменитая планетка, все ее знают. У нас она заходит практически всегда. Например, Хавасу Фолс водопады. И мы такие надпись ставим. Да что в этих водопадах? И приближается картинка. Но самое интересное, она приближается не долю секунды. Она приближается супер медленно. Почему? Потому что мы пользуемся вниманием человека. Он такой смотрит и ждет, что же там ждет. И прикинь, мы рассчитывали, у нас приближение иногда занимает 8 секунд. Прикинь, 8 секунд. И они смотрят в среднюю, покатай сколько. Как это поддержать можно? 9 секунд. Потому что им нужно досмотреть до конца и хотя бы увидеть, что там за место. Это же офигенно. В результате они досматривают до конца, смотрят эту локацию и не получают название этой локации. Что они делают в отчаянии? Потому что мы вызвали эту эмоцию. Желание узнать, что это за место и сохранить это. Ну ладно, сохранить, другое узнать, что это. Они заходят в описание, смотрят слова. Есть ли там название? Нету. Годай, куда они идут дальше. По ссылке. В комментарии. Что в комментарии найти? Кто что пишет? Это я так делаю и так люди тоже делают. Когда они не доходят там, они начинают писать в комментарии. А это увеличивает среднее время просмотра, потому что они же застраивают на этом посту. И получается, вот у тебя другая воронка. И вот это круто. Вот, например, когда просто воронка на «напиши слово», она классная, потому что там глубина просмотра. И действие понятно. Человек написал, он ушел. Но эти ролики, как правило, я не знаю почему так, но они не залетают на миллионы просмотров часто. Потому что если, наверное, объединить, что там суперинтересно, суперпротиворечиво что-то, что-то хотят обсудить, и еще и призыв, то тогда будут и смотреть, и обсуждать, и еще и писать призыв. Вот это идеальная ситуация. Тогда ролик залетает на миллионы. Но у нас самые ролики, которые набрали больше всего комментариев, они имеют 20 тысяч просмотров, 30, 50 тысяч просмотров. А ролики, которые 300 тысяч набрали просмотров, то они могут иметь столько же комментариев, как те, что набрали 10 тысяч, 20 тысяч просмотров. Опять же, потому что разные причины. И вот когда ты начинаешь делать контент, и сам постить, и ты сам уже, тебе уже никто не объясняет, ну как бы, тебе никто не навяжет это. Ты сам это истинно чувствуешь, что окей, я зашел, смотрю, у ролика куча комментариев, много сохранений, но просмотров нет. В чем проблема? И ты начинаешь вот это анализировать. Да, это очень круто, да. Так и происходит, то есть чем больше ты трюков закидываешь на удержание внимания, вот он и успех. То есть это, грубо говоря, ты цепляешь человека, и твоя фишка это удержать его на максимум. Все, если ты протянул всеми методами, которые ты знаешь, ты выиграл. Это как, это игра во всем. Мне кажется, в этом выиграл именно мистер Биснинг. Он просто, он тупо выиграл в этой игре, потому что, когда ты заходишь, я сегодня посмотрел его последний ролик. Ты заходишь, а он написан, я, я, я как бы, меня закопали на неделю в кофе, ну, в гробу закопали на неделю. И написано, пятый день, и он такой, типа, разлагается. Ну, типа того. Да, да. Ну, блин, ты, 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 такого никто не делал. Это, это сумасшествие. Это вызывает суперинтерес. И тут он очень пользуется вот этим, как бы, интересом сильно. Ты не сильно относишься к этому, но это какой-то такой интерес. Там настолько, ну, сильно, когда написано, там, выиграл, он победил, выиграл миллион долларов. Кто, во что, он заходит и смотрит, вот это все. То есть, выиграть в создании интереса, мистер Бист это сделал. Но, как правило, ну, как бы, нам не нужно выигрывать в эту игру. Почему? Вот я, я считаю. Потому что, если ты будешь играть в игру, чтобы выиграть вот это самое суперинтересное, самое кликабельное, самое кликбейтное, да, то ты можешь, ну, скажем, где-то уйти в то, что не даст тебе того результата, который ты хочешь. Мистер Бист хочет популярности. Если ты хочешь популярности, можно это делать. Тема дешевых путешествий, она хайповая. Но она нам привела на вебинар, ну, не скажу, что там суперцелевых людей. Привела людей, которые хотят путешествовать дешево. Ну, откровенно, хотят путешествовать дешево и думают про все эти моменты. Вот Кристина мне сказала, что, Саш, ну, ты же не знал, ты же не думал, что на такой вебинар, на такую тему приду, там, я или еще кто-то, кто, ну, там, я не знаю, там, Женя наш путешественник, бизнесмен, Женя Ложкова, или там, не знаю, там, тем более, Саша Белякович. Нет, на такую тему не придут люди, которые потешеспособны. И вот тут не просто внимание. Тут какая-то вот эта комбинация реально крутой, полезной информации, которая будет актуальна твоей целевой аудитории. И одно дело кликбейт, другое донесение этой информации так, чтобы им было полезно и интересно, и целевое действие. Поэтому вот как бы комбинация всего для меня. Не только, наверное, вот эта супер кликбейтная информация. Опять же, променял бы я свои ролики, которые дали 500 комментариев, 300 комментариев, но мало просмотров, на те, которые дали 100-200 тысяч просмотров, но мало заявок? Нет. Потому что зачем тебе просмотры без результата? Если, опять же, кто смотрит нас, хочет развивать социальные сети, очень нужно внимательно к этому относиться. Вот. Это не значит, что не нужно делать популярные трендовые ролики. Нет, это круто. Это, возможно, расширит вот как потолок узнаваемости. И потом, когда Инстаграм поймет, что в целом эта тема интересна людям, путешествия дешево, они потом, в следующий раз твои ролики уже более, как бы, не про дешево, а про круто, они будут показывать новую аудиторию, потому что ты ее уже расширил. Поэтому эта тема тоже важна. И популярные ролики, но какая цель? Доход. Потому что все-таки, как-никак, я вкладываю, мы сейчас постим два ролика в день, я вкладываю деньги в свою команду. И если бы там не было результата, то смысл это делать? Просто покупать, опять же, популярность, а что с ней дальше делать? Да. Согласен. Какой лучший сайт для бронирования отелей ты используешь? Booking и Hotwire. Hotwire и Booking. Какой лучший сайт ты используешь для бронирования самолетов? Внутренние авиарейсы, я бы сказал, нет большой разницы. Там ты не сэкономишь. Но если ты хочешь полетать на, скажем, недорогом самолете бизнес-класса, то очень классная компания JSX. JSX.com. Private Jet. Да, я его так называю с вами с вами, потому что ты можешь полетать в самолете, в котором одно сидение с одной стороны, с другой стороны еще тоже одно сидение. И ты такой сидишь в комфорте, тебе приносят напитки, даже алкогольные. И все это стоит 200 баксов. И еще у тебя отдельный терминал, тебе не нужно стоять в очередях, чекиниться. Ты просто пришел, тебе проверили документы, ты сел, вот через окно, как вот здесь, ты видишь свой самолетик, загружают твои вещи, ты видишь, как твой чемоданчик аккуратно ложат в самолет. И потом они говорят, ну все, время пришло, ты просто выходишь, садишься и летишь. И это за там 200, начиная с 200 долларов сейчас, да. Поэтому это прикольно, JSX, рекомендую. Сам в следующий раз, когда буду летать, обязательно сниму, потому что моим подписчикам это оказалось мега интересно. Где лучше всего арендовать машины? Ну такой вопрос тоже. Много разных сайтов, но я использую часто Expedia, потому что она дает уже свою страховку, и тебе не нужно будет в компании на месте переплачивать. То есть это хорошо. Ну что, здорово, и там вообще недорого это стоит. Плюс Expedia и, например, Priceline тоже использую часто. У них часто хороший выбор машин. Много как бы фильтрации, когда ты можешь выбрать, например, машину от 7 мест, которая там имеет вот такой-такой рейтинг, да, или именно у таких компаний. Но именно Expedia и вот такие агрегаторы, они подберут для тебя лучшие варианты из там Герца, который прямой распространитель аренды автомобилей, или там Avis, да, или Enterprise. Потому что если ты зайдешь на Enterprise, на Avis, на сами компании, то, как правило, ты переплатишь. И даже если ты там купишь базовую машину дешевле, страховка и все, что ты докупишь на месте, ты переплатишь. Поэтому Expedia и Priceline от Turo. Turo – это великолепный вариант, когда у тебя нет хорошей опции на Expedia. Потому что когда ты на Expedia вот заходишь, ты понимаешь, что там, в принципе, есть безлимитные мили, нужный автомобиль, ты можешь полагаться на там описание. Все, когда ты там не находишь варианта, ты можешь зайти в Turo и найти, как правило, или такая же ценовая политика, но ты берешь у частных людей, и ты можешь просто, ну, скажем, там, не попасть, например, если ты это еще берешь для кого-то, не для себя, не попасть с качеством и условиями. И тут еще такой момент. Expedia, ты когда приезжаешь, ты заезжаешь в аэропорт, в аэропорту берешь себе машину и едешь. А когда ты приезжаешь и заказываешь Turo, и нет опции доставки в аэропорт, получается, тебе нужно куда-то еще ехать. Но сказать, что Turo я не предпочитаю, нет, я часто беру Turo. Часто можно в Turo взять какие-то крутые тачки. И плюсы Turo для меня, это когда ты можешь не кастомизировать, а выбрать конкретную машину, которая тебе нравится. Ну, например, ты берешь себе кабриолет в Expedia, какого цвета он будет, непонятно. А если жена хочет красный, то лучше зайти в Turo, выбрать себе красненький кабриолетик, там понимать все детальки и заказать его. Поэтому великолепный вариант тоже. Если бы не Америка, в какой стране бы ты жил? Фу, если бы не Америка, ой, ну тяжело сказать. Ну ты рассказывал, что ты жил в Америке, ты жил в Австралии. Почему не Австралии? Почему ты там не остался? Слишком далеко. От кого? Мне кажется, Знаешь, почему? Почему мне тяжело так принять решение? Потому что Америка – это в каком-то смысле дом. То есть ты не чувствуешь здесь, что ты как будто глобально иностранец. Ты можешь говорить на своем языке, ты можешь вообще чувствовать себя полностью равным с другими, с американцами, мексиканцами, французами, итальянцами, кто здесь живут. Ты вообще не чувствуешь, как бы нет такого разграничения. Если говорить про Англию, то там ты чувствуешь себя иностранцем. Там ты чувствуешь, как будто ты не принадлежишь этому сообществу. Don't belong. Здесь же я чувствую себя хорошо. И когда вопрос становится, где бы я жил в другом месте, ни Англия, ни Австралия. Австралия как будто слишком далеко, не знаю, что-то меня остановило. В путешествии я поеду в Австралию, жить нет, мне кажется. Канада, ну как будто, вот скажу так, Канада это мини-версия Америки, но более холодная. А Америка это спектр всего, что ты хочешь, особенно когда вопрос касается там разного уровня жизни, разных условий, разного дохода, разной природы, разных климатов, то есть идеальная страна. Но скажу так, я поживу скорее всего на Бали однажды, я поживу в Дубае, когда там не так жарко. Вот на Бали не был. Знаю, что ты был, я очень хочу, но на Бали еще не было. Насколько там знакомых, хороших клиентов уже побывало, что я просто постоянно слышу и хочу там побывать. Вот, ну, придет время, просто, когда у тебя двое детей, то просто поехать на Бали пожить, например, это, прикинь, изменить жизнь каждого человека, да. Если ты можешь сам поехать, попутешествовать, я точно поеду, может там на несколько недель, может на месяц-два, но в целом про жизнь я не могу сказать. Вот Дубай, я знаю, что там очень много наших, своих, там классная тусовка, там реально крутые вообще мероприятия, то, что мне там нравится. Но климат меня пугает, потому что я был в Дубае, в сентябре это было очень жарко. Я понимаю, что у меня рывки вот такие, да, идут в момент, когда я очень проактивен. Если говорить про социальные сети, ох, как много проактивности нужно, чтобы просто взять и начать снимать контент каждый день, выставлять контент каждый день. То есть, это проактивность сильная. Что нужно, чтобы открыть новый канал продаж, вебинары? Проактивность. Найти специалиста, изучить этот вопрос, зайти туда, где тебе страшно. То есть, для меня, опять, я не сильно люблю слово «успех» в каком-то смысле, но вот эти движущие моменты, которые улучшают твое качество жизни, улучшают, не знаю, какие-то там параметры, финансовые, удовольствие, наслаждение жизнью, душевного и психического здоровья, спокойствия. Это вот такие моменты, когда ты проактивен, и ты делаешь, и ты идешь туда, куда ты очень хочешь идти, куда тебе нужно идти, да, вот ты прям ощущаешь, что вот я прям ощущал, что я должен найти новый канал продаж для GoPix, потому что трафик сумасшедший, 2-3 тысячи лидов в месяц может поступать через рилсы, а конверсия низкая. Я чувствовал, что я теряю деньги, и я начал это делать. И вот эту проактивность, когда ты включаешь, это очень сильный инструмент, если ты это понимаешь, то вот проактивность, так как, ну это 7 навыков высокоэффективного человека, первый навык, по-моему, проактивность. Ну без нее просто никак. И вот когда вы думаете, а что нужно для того, чтобы это просто нужно, просто делать, просто смотреть, а что подходит. Но тут вопрос уже, что делать? Ведь можно идти не туда, и когда я даже снимаю ролики, когда я формирую тему для вебинара, я не просто беру какую-то любую тему и такой иду и вкладываю туда все свое время и нервы. И тут же вопрос, чем заниматься и куда вкладывать? Туда, куда нужно вкладывать, куда есть спрос, куда есть интерес. И тут что я делаю? Я задаю вопрос аудитории и спрашиваю, ребят, а какая тема вам интересна? Да, я могу накидать идеи и та тема, которая мне интереснее всего, они на нее откликнутся и выберут. У меня так и произошло. И даже когда мы 400 людей имели на вебинаре, когда прошли, у нас максимум было 60-70 человек, а тут у нас был такой скачок, потому что мы выбрали правильную идею. К чему я веду? Проактивность это хорошо, но куда проактивность? На что она направляется? И нужно понять, а где есть спрос на то, что вы хотите? Ведь можно придумать, я не знаю, там особенный ресторан, который там смесь тысяч кухни, кухонь необычных, да, разных. Или придумать велосипед с 10 колесами. Но кому он нахер надо? Ну, извините. То есть тут очень важно анализ того, а что нужно людям, что нужно ваших тебе аудитории, что нужно тебе, потому что ты же, когда анализируешь, что нужно людям, ты же не берешь то, что только нужно людям, а тебе не подходит. Это должно совпасть. Вот туда, берем рисуем два колеса, первое, чего ты хочешь, второе, чего хотят люди. И на моменте, где это сходится, ты просто туда начинаешь бомбить и получаешь результаты. Понимаешь, когда Илон Маск даже, ну, начал строить свою компанию про Теслу, если говорить, мне кажется, он создавал тот спрос, на тот момент его еще не было много, но он понимал, что есть спрос, он хочет делать классные машины, которые не загрязняют природу, и он понимает, что есть спрос в будущем на машины, которые заставят людей чувствовать себя хорошо. Почему у меня, у моей жены Тесла? Потому что она чувствует себя хорошо, что она едет в машине, которая не выбрасывает в атмосферу плохой, ну, как бы, газа и так далее. То есть, сошлось у него, то, что он хочет, это его была цель, и что хотят миллионы людей. И когда он это свел в одну кучу, и вот эту часть начал бомбить, и начал делать такую машину, которая много ездит, которая по цене доступна в массе людей, понимаешь, которая офигенный дизайн имеет, и так дальше, что дальше, удобная, технологичная, эта компания стала компанией номер один. Поэтому тут, ну, как бы, вот этот момент проактивность и анализ там, ну, как это в одно слово даже вобрать? Ну, предварительный анализ, скажем так. Еще могу добавить обучение, потому что благодаря обучению ты видишь, какие есть другие способы достижения целей. Потому что ты когда начинаешь думать, окей, я хочу вот этого, а как к этому прийти? Если ты не учишься, ты, получается, полагаешься полностью на себя. Ну, извините, ну, как бы 99, 99,9% людей, может, больше, я не знаю, не гении. Ну, как бы не гении буквально. Мы не можем понять всего. И когда вы учитесь, вы касаетесь вот умов людей, видите кейсы других, как они это делали. Или они тебе дают обратную связь на то, как тебе что-то делать. И тут уже про обучение идет. Это книги, это менторы. Тот же вебинар, почему он у нас был достаточно, ну, как достаточно, супер успешен, ну, то есть, с 60 людей мы на 400 попали. Потому что я взял ментора, Алекса Мерзлякова, который мне в результате помог простроить вот этот подход, воронку, как бы, струк, мы с одного вебинара. Почему? Потому что он эксперт, и он понимает, как это делается. И я, полагаясь на себя, могу идти очень долго к цели. Я могу ошибаться. И я, как бы, когда начал еще сам, стал ментором, брал учеников, тестировал, смотрел. Я, как бы, не совсем понимал эту тему. Я кому-то там не сильно ходил на обучение. Но когда я понял, что у моих учеников получается, потом я посмотрел на других, у других поучился, понимаю, что эта тема супер работает. Поэтому обучение, и сейчас тема менторса, она, или просто консультации личной с человеком, который понимает, это, ну, очень окупаемо, как правило. Но опять же, если вы не покупаете что-то там за миллион долларов, или там за какую-то сумму, которую потом окупить будет очень тяжело. Если вы покупаете там консультацию у человека, который смыслит в теме воронок, или там чего-то там за тысячу долларов, даже, но вы понимаете, что вы благодаря этому запустите и сделаете, и заработаете намного больше, и у вас останется этот навык, вместо того, чтобы книги читать и пытаться это самому придумать, или смотреть курсы, которые тоже самому, ты берешь человека, который это понимает. Поэтому для меня третий фактор, это ментор, это обучение, то есть, в целом, это, наверное, такие основные элементы успеха. Как отличить настоящего ментора, настоящего профессионала от инфо-цыгана на уровне, на уровне бесплатного вебинара. Вау, это очень крутая тема. В общем, мне кажется, что когда ментор вас учит, это, наверное, я просто не понимаю, мягкие ниши, но когда вас ментор учит твердым навыкам, которые в каком-то смысле гарантированно ведут к результату, вы идете к этому ментору и изучаете навыки, действия, которые он вам дает, получаете результат, то это, ну, как бы, это истинный ментор. Если ментор показывает результат, который можно достичь, инструменты, но не понимает, что не каждый человек может использовать эти инструменты, дойти до результата, и понимая, осознавая это, обещает всем вот эти горы, то тут уже попахивает инфо-цыганство. Наверное, это очень скользкий вопрос, потому что есть же грань вот эта, когда половине людей помогло, сработало, и они оказались кем? Он оказался истинным ментором. А второй половине это не зашло, и они говорят, как он нам дал то, что у нас не сработало, и он оказался инфо-цыганом. И вот тут очень-очень сложно выбрать. Могу только сказать, что я со своей стороны, как, ну скажем, человек, который также участвует, как ментор, да, там, в темах, которые мне сейчас близки, я понимаю, что если я буду продавать инфопродукт массово и пользоваться, наверное, обещаниями, чтобы продать его больше, но не буду уверен в качестве продукта, я буду инфо-цыганом, то есть внутри. Но если я подготовил продукт, который будет относительно легок в реализации, что позволит огромному количеству людей дойти до результата, да и еще дам возможность тем людям, кто, у кого не получится, и у них просто не получилось реально вернуть им деньги, вот даже до этого, чтобы дошло, чтобы те люди, кто прошли и в конце курса, если они понимают, что я не оказался ментором, я не оказался тем человеком, который, да, они могут просто зайти, нажать, отменить и получить деньги, ни с кем не говоря. Вот это, я считаю, будет самое лучшее решение. Да, это для дохода это ужасно. Инфобизнесмены скажут, блин, ну, типа, ну, многие, ну, типа, Алекс, ну, ты, ты не бизнесмен, потому что ты теряешь деньги, но тем самым я, ну, как бы, добавляю вот этот элемент, не то, что честности, но элемент понимания, что люди не все могут справиться, не все могут получить вот это, вот это. И самое интересное, даже когда мы дадим возможность им запросить отмену, нажать кнопку и вернуть деньги, те люди, кто прошли курс и поняли пользу, но не применили ее, этого не сделают. Потому что они поймут, что там ценность есть, они просто этого не сделали, не воспользовались. А те люди, которые так и ничего и не сделали, они вернут деньги себе и в результате как бы уйдут совсем. Я знаю риск, мы тоже это обсуждали с людьми, что те, кто поймут, что деньги полностью возвращаемые, они не будут стараться делать, потому что нет денег на кону. И вот тут большая загвоздка. Я даже не знаю, как это вообще решаемо, но нужно понять, а как сделать, чтобы вот если ты инфобизнесмен, если ты пробуешь и обучаешь людей вот каким-то знанием, как сделать, чтобы это было максимально экологично и для тебя в плане дохода и безопасно для людей, которые это покупают. в плане дохода, Продолжение следует...